Эй, я слышу песенку весны, не осталось шансов, купим мы. Первый блин не комом. Катя Миронова решила попробовать себя в роли поэтессы. В голову пришла рифма, она ее напела и получился хит. Пришла весна, сначала был холод, и я думаю, напишу песню, может быть, тепло станет. Вот и получилась песенка. Мне купили диктофончик, я просто ходила и в школу, с собой носила, везде просто иду так и что-нибудь напеваю, записываю, чтобы получилась песня. Запись отправили в Москву, но в успех мало верили. А накануне вечером Кате позвонили, она прошла в полуфинал детского Евровидения. Из тысячи претендентов радостная весть пришла лишь к нескольким десяткам ребят. В последние перед вылетом дни у челябинской певицы не минуты на отдых, сплошь репетиции. Дома, естественно, репетирует, тренируется, там и в ванной пока умывается, и везде, то есть ходит по квартире, эта песня уже, вся квартира, вся песня, наверное, только кошка у нас не поет. Актерское мастерство, хореография, вокал. В студии Катя пропадает целыми днями. Над имиджем колдуют десятки специалистов. Очень долго работа дизайнера над костюмом. У Кати на костюмах изображены, так скажем, солнечные ярила на платьях. То есть у нас даже на сапожках где-то элементы, там стразы, все солнечные ярила, то есть позитив, весна, солнце. Через четыре дня сцена восстанки. На 25 мая в столице определят лучшего вокалиста страны. Победитель будет представлять Россию на международном конкурсе.